У меня 10-летний мальчик Артём, и он в этом году впервые взял саксофон в руки, то есть в сентябре. Это было решение моё. Артём упирался копытами всеми и, в общем-то, не хотел. Но мы очень были настроены, чтобы он попробовал. И прошёл целый год, и, в общем-то, мне кажется, что любовь между Артёмом и саксофоном не очень-то сложилась. То есть у него получалось, и, в общем-то, его даже хвалили. И вот случайно совершенно мы узнали об этой школе, и Артём ехать не хотел. Он умолял. У него сразу заболела нога, рука, он захотел к бабушке поехать. Он очень сильно сразу сказал, что он сразу готов, не знаю, полоть грядки на даче. То есть он придумал всё, но, в общем, в итоге поехал. Мы ему сказали, Артём, если тебе будет плохо, мы тебя заберём. Сразу же вот прям позвонишь, и мы приедем за тобой. Вот что вы думаете, Артём приехал, это середина лета, он уже не учится, ничего не делает. И саксофон для него – это, в общем-то, не самая любимая вещь на свете. И в первый день Евгений Владимирович мне звонит и говорит, Артём плачет. Я с ним прозанимался два часа, Артём дважды плакал. Ну, мы такие, ну, что же поделать, наверное, уже не за горами звонок нашего сына, который скажет, всё, забирайте меня. Проходит день, звонит Артём, говорит, мама, всё великолепно, всё отлично. Меня все полюбили, и я всех полюбил. Сейчас, и вообще мы пошли играть в футбол пока. Я думаю, ничего себе, саксофонный лагерь. Но в футбол они пошли играть, и вообще всё отлично. И вообще не похоже, что мой сын работает и учится чему-то. А потом он вообще перестал звонить. Как все знают, родители – это очень хороший знак. Если твой сын или твоя дочь не звонит тебе, это значит – отлично. Он хорошо проводит время, и его никто не нужен. Прошло 10 дней. Мы, честно, вообще даже не знали, что происходит, потому что общий чат. А вообще мы от сына не знали ничего. То есть всё было так. И мы приезжаем на концерт, и, честно говоря, я потрясена. Мне кажется, что это невозможно, потому что то, что он делал за год, он сделал здесь наш сын за 10 дней и сделал гораздо лучше, гораздо сложнее программу. И он ко мне подошёл и сказал, мама, это было так здорово. Это было так хорошо. И я очень-очень хочу на следующий год вернуться. Я поеду обязательно. Я обязательно поеду. Ну что он тут скажет. У нас немая сцена с папой. Мы отпустили языки себе от изумления. И, конечно, сам концерт, он производит впечатление удивительное. Потому что, конечно, Евгений Владимирович большой профессионал и большой педагог. Несмотря на то, что он такой молодой, он чудесный. Спасибо вам, Евгений Владимирович, от всей нашей семьи.